Девушки отдыхают С родными, с близкими, с друзьями После Олимпиады на сколько приехал? После Олимпиады? Ну, около двух недель здесь уже нахожусь Все-таки как бы И надо немножко расслабиться И в то же время поддерживать форму Отдохнул? Да, уже отдохнул Что для тебя лучший отдых? Самый хороший, самый продуктивный отдых после стартов? Ну, наверное Моя семья Отдых в семейном кругу Это лучший отдых, я думаю Эмоции Рио уже остыли? Эмоции, да, уже на самом деле подостыл Сначала, конечно, из-за этого инцидента Не очень приятные были эмоции Вот давай с тобой поясним Мне очень важно из первых уст Понять всю хронологию событий Когда вам объявили Заявку на Рио? Когда вы узнали, кто едет? Это было 25 июля Да, 25 июля объявили состав Который поедет на Рио И где-то с 28-го У нас начались вот эти непонятки Связанные с допинг-скандалом С допинг-скандалом Докладом Макларда Да, да И каждый день Менялось мнение Едем, не едем, не едем Это все еще касалось трека, правильно? Да, это все еще было с треком связано Потом? Потом И я на самом деле думал, что мы уже все Не полетим И когда мы еще находились в Питере И тренер говорит Ребята, я думаю, что надо лететь И как бы шанс есть Возможно все решится Непосредственно в Рио Мы прилетели в Рио Опять в неведении еще? В неведении еще, да То есть так же вышли на тренировки Тренировались, работали И нам объявляют То есть, говорит, все хорошо Ребята, вы едете Утром такая информация Мы довольны, все С боевым настроем на тренировку Вечером опять Ребят, все изменилось Так и так А что в голове было в этот момент, Леша? В голове просто такие непонятки На самом деле творились То есть уже Ну, на самом деле Настрой сбивается Поэтому как бы То есть ты когда Ну, не понимаешь Ты как тебе С каким настроем выходить на тренировку То есть На тренировках же по полной Ты выкладываешься То есть Либо ты готовишься на гонку Либо Ну, к чему готовиться Вообще непонятно было А как получилось так Что вы не смогли стартовать? Я имею в виду в треке То есть, насколько я понимаю Там проблема с заявкой Да? Недостаточно было заявлено спортсмена Ну, у нас было заявлено 6 человек И троих не допустили Нас не хватало одного человека А до заявить? А до заявить нельзя было Это невозможно Можно было поставить Какого-то спринтера Но для чего Это просто Дело для старта И Бессмысленно было бы То есть вы, в общем-то И не пытались Грубо говоря Как-то, может быть, оспорить Решение тренеров полностью снять Да? То есть вы смирились с этим? Да, ну, как бы Ну, нереально было То есть принять участие Потому что Как кого ставить? Расстроились сильно? Да, на самом деле Очень сильно расстроился Столько было сил уложено Эмоций Подготовки Ну, мы были готовы Бороться за пьедестал И когда нам сказали, что Ребят, ничего не получится И вот в этом свете Поступает Предложение Стартовать Наше сэр Правильно я понимаю? Да, да А вообще за сколько До старта? За сколько до старта? Ну, за день до старта Скажем Мне позвонил Генеральный менеджер мой вечером И говорит Мы тебя заявили На шоссейную гонку Завтра поедешь Я такой Да? Да, я готов То есть ты согласился Сразу же никаких вопросов Не было? Да, да, конечно То есть Участие Хотя бы участие Я говорю Я сколько смогу Помогу Нашей сборной России Парням Ну, и как провел этот день? В усиленных тренировках? Потому что одно дело Готовиться к треку Насло 4 километра А другое дело 240 В этот день был как раз Вот ехал тренировку Когда он мне позвонил И я такой Да, я все готов Давайте Я в тонусе Вообще Вот чтобы было понятно Трек и шоссе Насколько это разные Ну, не то, что виды спорта Понятно велоспорт Велоспорт Насколько это разный подход К подготовке К настрою К выступлению? Это абсолютно разные Как можно сказать Дисциплины Получается Чтобы показывать Результат на треке Нужно показывать Скажем Результат на шоссе То есть Подготовка идет Через шоссе на трек Буквально Ну, все время Готовимся на шоссе И за Там пару недель До старта на треке Садимся на трек Все И работаем на нем То есть какой-то сложности В этом не было Отлично Сложности, да Особо такой не было Но после трека На шоссе Это безумно тяжело На самом деле Потому что на треке Все-таки она такая Более мощная Скоростная работа Короткая А на треке Она более На шоссе Она более Выносливая Такая Длительная Тут много разговоров О велосипеде На котором ты стартовал Откуда взялся Этот велосипед? Что это был за велосипед? Ну, велосипед сборный Просто там Как бы находился То есть Моего велосипеда Не находился Вообще Насколько важно Для вас Велосипедистов Сродниться Так скажем С велосипедом И ехать на своем Или не на своем велосипеде Ну, это очень важная часть Как бы Ты велосипеду привыкаешь Со временем Ты с ним становишься Как одно целое Твоя посадка Твой педаляш То есть Это все Твой велосипед На треке Рассчитывали на медали Наверное Да На треке Рассчитывали на медаль А тут получается Шоссе Где Ну, вряд ли Ты думал О наградах Правильно я понимаю? Да, даже Как бы там Все прекрасно понимали И я понимал Что это нереально Как бы Мне просто хочется понять Вот Какой настрой был Какие эмоции были Перед стартом Шоссе Потому что Понятное дело Одно дело Когда стартуешь Задачи победить Там другая злость Другая мотивация Другой настрой И совершенно другое дело Опять-таки Когда ты стартуешь На шоссе Просто для того Чтобы проехать Ну, я стартовал Не просто для того Чтобы проехать А максимально Помочь команде Скажем так Потому что Еще пару человек Ехало от сборной Я прикрывал их от ветра Вывозил вперед Там Ну, половину дистанции Я помогал им Я знаю, что дистанция Такая сложная В Рио И Збилинская Очень много об этом Рассказывал Вот как тебе ехалось Ехалось Очень жестко На самом деле Это и правда Была Очень сложная Трасса Было все Была Скажем Бельгийская Брусчатка Там Итальянские горы Равнины Ветер Было все На самом деле Тебе до этого Не доводилось Ездить в Рио? В Рио Нет Первый раз Когда все Закончилось Выдохнул С облегчением Да На самом деле Выдохнул То, что я Хотя бы Я поучаствовал Я помог После финиша Силы остались Хоть какие-то? Нет Я выложился Полностью Удалось Хоть что-то Для себя Так скажем В плюс В пользу Извлечь Из этого старта? Да, конечно Это все равно Огромная ступень Этот старт То есть Там ехали Скажем Самые топовые Гонщики С ними ехать Это просто Большое достижение Я считаю Да Я думаю Что у меня Появится Еще больше Уверенности На шоссейных гонках Вообще Твои впечатления От Олимпиады Потому что Это всегда интересно Удалось ли Хоть что-то посмотреть Помимо Непосредственно Соревнований Помимо Тренировочного трека Как бы Я в основном Только на трек ходил На остальные старты Ну на волейбол Сходил Еще посмотрел Мужской Женский Женский Просто Другие как-то Соревнования Не удалось посмотреть Ну Парью То есть Это Пляж Их незнаменитый Статуя Христа Ну самые такие Главные достопримечательности Посмотрел Очень бедный город То есть У них как-то Где пляж Там получается Ну у них Подразделение Такое Мне кажется У них нет Как-то среднего Такого контингента То есть Есть бедные Есть богатые И Очень много там Криминала Получается Нам вообще не советовали Как бы из деревни Выходить Потому что Там постоянно Кого-то грабили Налетали Нападали Вы наверное Слышали да Сколько там случаев Были Даже на спортсменов То же самое Телефоны Отнимали Все подряд На церемонии Открытия Не удалось Уйти в составе сборной По стадиону Прошагать К сожалению Нет У меня была гонка На следующий день Нам нежелательно Находиться на ногах Хотелось? Да Конечно Хотелось После Рио Что делали Сразу же в Воронеж Или нет Или еще какие-то Были заменочные мероприятия Да После Рио Сразу прилетел домой Был очень долгий перелет Вообще какой-то ужасный Летели через Париж 11 часов с Рио До Парижа Потом 4 часа С Парижа И до Воронежа Самый добил Часик Ты у нас Родился в День Победы Правильно я понимаю? Да В День Победы По характеру победителя Да Я думаю Что после этого старта Сейчас еще больше желания Следующий Олимпийский цикл Проработать по максимуму И теперь уже в Токио Поквитаться Да Будем настраиваться на Токио Потихоньку Надо уже готовиться Начинать Время быстро летит Вот если судить По данному старту По данной Олимпиаде Насколько вырос уровень конкуренции И насколько сложно будет Через 4 года Конкуренция с каждым годом На самом деле Все выше и выше становится Появляется техника Там Какая-то тренировок Также инвентарь Какой-то все более новый Выходит там Подготовка Но мы тоже будем расти Вот как раз Я об этом и хочу спросить Насколько мы конкурентно способны В плане подготовки То есть Есть какие-то Знаешь элементы Когда ты понимаешь Что в России Нереально добиваться уровня И чего-то не хватает Нам нашей сборной Нет В принципе Мы готовы Бороться за медали За первое место Пока тяжеловато Но Может второе Третье Потому что Команды Британии Уже сколько лет Сколько Олимпиад Они берут То есть Непонятно Как они это делают На самом деле Пока никому не удается Разгадать этот секрет Твои ближайшие старты Когда может быть Удастся Опротестовать То решение О вашем Недопуске До ИГР Ближайшие старты У меня будут в октябре Сейчас пока решается Я поеду Либо командную гонку На шоссе Будет проходить В Катаре Или же Чемпионат Европы На треке Для тебя Приоритетнее что? Приоритетнее Ну наверное Хотелось бы на шоссе Себе попробовать В командной гонке Я также люблю Шоссейную командную гонку Скажем У меня неплохо получается Слушай А мне вообще Хочется понять Вот это подразделение Трек и шоссе Оно насколько сильно То есть может быть Вот после этого старта На шоссе Стоит Концентрироваться Больше Именно на шоссейных гонках Или все-таки Тебе роднее трек Мне роднее трек Знаете Как бы Да, трек Ну то есть Можно также совместить Допустим Выступить и на шоссейной Гонке Командной И потом Переметнуться Быстренько на трек И там еще Показать себя А бывали случаи Что и там и там Люди побеждали Да, конечно Это реально Ну что Значит можно в Токио Замахиваться сразу На две награды Как минимум Как минимум Две Одна на шоссе Одна на треке Я тебе желаю этого Впереди Сложный цикл олимпийский Сложные четыре года Но мне кажется У тебя очень хорошая мотивация Вот все Что недополучил На этих играх Нужно получить через четыре года Но конечно За эти четыре года Надо пополнить свою медальную коллекцию Новыми и новыми наградами Чтобы день победы Рожденный день победы Спортсмен Доказывал статус победителя На каждом старте Удачи тебе Спасибо большое Спасибо Будем стараться Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok